Мы знаем, что любое решение уравнения Пелля является какой-то там подходящей дробью в разложении числа корень из d в цепную дробь. Какой? Скорее всего, это как-то должно быть связано с длиной периода. Так вот, оказывается, действительно, все решения уравнения x²-dy² равно плюс-минус 1, в точности соответствует периодам. Более того, если период цепной дроби четный, то уравнение x²-dy² равно минус 1 не имеет решения. А если длина периода нечетная, то имеет. Сначала давайте в одну сторону разберемся. Пусть r – одна из длин периода цепной дроби числа корень из d. Не обязательно кратчайший период какой-то. Тогда αRT – это целая часть корня из d плюс корень из d. Потому что вы помните, когда доказывали теорему Гула, то там шла речь о приведенных квадратичных иррациональностях. И корень из d превращается в приведенную, если к нему прибавить целую часть корня из d. Поэтому корень из d, это наше рассматриваемое число α, получается вот по такой формуле. αRT – πr – 1 плюс πr – 2 делить на αRT – πr – 1 плюс πr – 2. И в эту формулу можно вместо αRT подставить его значение целая часть корня из d плюс корень из d. Это нижняя строчка. Заметьте, q, p – целая часть, это число натуральное. Корень из d – число иррациональное. Поэтому мы можем превратить эту одну строчку в два равенства, если раскроем скобки и выпишем в одном случае коэффициенты при корне из d, а в другом случае числа, где нет корня из d, то есть натуральные числа. Получаем систему из двух уравнений. Верхняя строчка на правой доске – это коэффициент при корне из d в нижней строке левой доски, а вторая строка системы – это то, что было без корня из d. Теперь все просто. Мы помним соотношение для элементов цепной дроби. Минус один в степени r – это pr-1, qr-2, минус pr-2, qr-1. И подставляем из первой строки системы вместо qr-2, подставляем pr-1, минус целая часть корни из d, qr-1. А из второй строки системы подставляем значение pr-2. Если раскрыть скобки, то pr-1, qr-1 на целую часть корни из d, разумеется, уничтожатся. И у нас с вами как раз и получится pr-1 в квадрате минус d умножить на qr-1 в квадрате. Обратите внимание, в левой части минус 1 в степени r. Если r – число нечетное, то это минус 1. А если число r четное, то это плюс 1. Итак, все периоды соответствуют решениям уравнения x²-dy² равно плюс-минус 1 в натуральных числах x и y. Давайте докажем обратное утверждение. Пусть у нас есть какое-то решение в натуральных числах уравнения x²-dy² равно плюс-минус 1. Мы тогда уже доказывали, что оно соответствует какой-то подходящей дроби числа корень из d. И поэтому сейчас просто должны понять, что это не одна из подходящих дробей, а вот так, как вы только что получили. Она должна соответствовать одному из периодов. Ну давайте, пусть мы знаем, что pk-1 в квадрате минус d ку-k-1 в квадрате – это плюс или минус 1. Тогда, как много раз уже мы писали, корень из d записывается через число альфа-катая и pk-1, pk-2, qk-1, qk-2. Избавляясь от знаменателя, получаем равенство. Из него можно получить формулу для альфа-катого. Домножим числитель и знаменатель на qk-1 корней из d плюс pk-1. Тогда в знаменателе у нас будет то ли плюс, то ли минус 1. А в числителе будет довольно интересное выражение. Если там раскрыть скобки, то коэффициент при числе корень из d будет в зависимости от четности числа k или плюс или минус 1. А теперь вспоминаем. Число корень из d плюс целая часть корня из d – это приведенная квадратичная иррациональность. Поэтому все квадратичная иррациональность, кроме самой первой корень из d, но все, которые возникают в процессе разложения числа корень из d в цепную тропь – это приведенная квадратичная иррациональность. Поэтому, когда мы на тот самый плюс-минус 1, который стоит перед большой скобкой, умножим, когда мы на тот самый плюс-минус 1 умножим на это плюс-минус 1, мы получаем такую формулу. Альфа-кд – это поле плюс, поле минус, поле минус, поле минус d плюс целое число. Вот это у нас еще целое, а здесь поле плюс, поле минус 1. Но и при этом приведенная квадратичная иррациональность. Ну, приведенная квадратичная иррациональность – это означает, что здесь у нас обязательно стоит плюс, а здесь у нас состоит не просто целое число, а обязательно целая часть корня из d, потому что иначе сопряженная не попадет на интервал от 1-1 до 0. А это в точности означает, что число k делится на период. Число k – это один из периодов нашей цепной тропи. Вот, по-моему, очень простое, непонятное доказательство. И смотрите, какое из него замечательное следствие. Если длина периода цепной тропи числа корень из d чёрная, то минус 1 никогда не получится. А если не чёрная, то наоборот, в бесконечном количестве случаев будет минус 1. Давайте сейчас из этого докажем теорему Ферма-Эйлера о представлении простого числа в виде суммы двух квадратов.